Здравствуйте, дамы и господа, мы продолжаем нашу бесконечную поездку И да, все-таки цвет этой двери значительно отличается от цвета кузова Но тем не менее, согласитесь, лучше выглядит, чем вот эта вот дверь, например Хотя цвет у нее, наверное, именно вот такой вот, просто она в новом состоянии Но все равно я буду рад, если еще в таком цвете дверь вот эту найду, заднюю Еще одно, я буду счастлив, потому что машина у нас будет практически в идеальном состоянии А если смотреть с разных ракурсов, не так заметно, что двери сильно темнее Так, ну что ж, наша итоговая смесь включает в себя 14% алкоголя Так что мы сейчас с вами выясним, насколько изменилось поведение автомобиля И насколько снизилась максимальная скорость, и снизилась ли она вообще Потому что в комментариях писали, что допустимый процент алкоголя составляет, по-моему, около 70% И можно, соответственно, спокойно передвигаться с такой смесью Но при этом снижается максимальная скорость значительно А если алкоголя будет больше, чем 70%, машина, по-моему, вообще не заведется Может быть, как-нибудь мы это проверим Давайте, кстати, ведро, наверное, возьмем Вылим воду Шланга у нас до сих пор нет Попробуем, если найдем какую-нибудь копейку с двумя литрами топлива в баке Попробуем перелить в ведро В ведро это топливо Слить, в общем, без шланга топливо, может быть, получится Здесь 100 миллилитров, так что, я думаю, заморачиваться не стоит Я думаю, мы можем продолжать движение Так, здесь в этой бутылке, по-моему... А, нет, не вода, кстати Ладно, эту бутылку я не буду опустошать Вот здесь вот вода у нас в бочке Кстати, и бочку, по-моему, можно прострелить, мне кто-то писал У меня есть воздушка наша замечательная И есть у меня где-то пули в салоне были Или я в багажник их засунул Честно говоря, не вижу, куда делись пули Зато, смотрите, спидометр остался валяться в салоне И брелок здесь до сих пор Расстаться с ним не могу Блин, я потерял, кажись, пули Можно, конечно, здесь сейчас порыскать и поискать их Или, может быть, я их кинул куда-нибудь Или я их не взял вообще Да, вот здесь остались пули Вот как раз мы их возьмем И сейчас попробуем, допустим, прострелить эту бочку Будет ли вытекать вода? Так, заряжаем нашу воздушку Зарядили Прицелились Выстрелили Да, действительно, смотрите, мы проделали Таким вот образом отверстие И вода потихоньку вытекает Но какой в этом смысл? Хотя, если бочка тяжелая И вы не можете ее никак перевернуть Для того, чтобы перелить из этой бочки жидкость В какую-нибудь канистру, например То можно всегда проделать такое отверстие Во-первых, избавиться тем самым От какого-то количества жидкости в бочке Хотя можно и перевернуть Даже если бочка максимально тяжелая Все равно можно перевернуть Так что особого смысла Продырявливать бочку, наверное, все-таки нет Так, ладно Воздушку мы оставляем И теперь можно в бардачок попробовать засунуть Но мне кажется, вывалится потом патрон из бардачка Но давайте попробуем, почему нет Потом, я думаю, найдем, если что Еще патрон Так Я забыл, как к себе На колесико мыши Подтянуть к себе Слушайте, а патрон, по-моему, не помещается В бардачке Хотя нет, вот как-то залезли Но, по-моему, они проваливаются уже сейчас наполовину Ладно, будем надеяться, что мы их не потеряем Но, скорее всего, все-таки мы от них в ближайшем будущем избавимся И придется с пулями распрощаться Ладно, я думаю, можно продолжать движение Не будем больше здесь задерживаться Закрыл я дверцу Крышку, точнее, да, закрыл Сейчас мы проверим, здесь все закрыто Все замечательно Вода есть Масло есть Так что можем ехать дальше Снимаем ручник К сожалению, приборки нет Это, конечно, немного печально Но я думаю, найдем копейку Попробуем без шланга Вылить топливо И также заодно Позаимствуем и приборку Но вот как скоро мы найдем копейку Я сказать не могу Наверное, это случится не очень скоро Я, кстати, повернул не в ту сторону Я и забыл, что с этой стороны заезжал Но ничего страшного На этот раз я и километры, наверное, не проехал Хотя, может быть, километры и есть Так, убираем козырьки Включаем, наверное, свет также в салоне И организуем сегодня ночную очередную поездку Ну, раз уж нам здесь попалась машина То я думаю, в ближайшем будущем нам так уже не повезет И мы как минимум одну постройку без спавна автомобиля И вообще кузов проедем Я так думаю Ну, посмотрим Все может быть В любом случае Мы еще сможем очень много проехать Очень длинное расстояние проехать Так, микрофриз Опять, видимо, спавна территории Генератор работает Но, к счастью, я не на большой скорости Ехал Неприятно, когда... Так, что-то машина как-то странно себя начала вести Подпрыгнула, смотрите Как будто икает как-то Что происходит? Так, ладно Лучше не отвлекаться Как-то странно себя машина начала вести Возможно, это из-за алкоголя, кстати Но на глаз, если измерять скорость То она сильно не менялась По-моему, я до сих пор где-то 140 выжимаю Мне кажется, я еду достаточно быстро Да, вот только как будто кочки какие-то Может быть, это как раз-то из-за алкоголя А может быть... Может быть, это пули застряли Вон они подпрыгнули Но они, кстати, выпали Коробочка с пулями Выпала все-таки Сейчас посмотрим После того, как коробка выпала Машина, может, подпрыгивать Больше не будет Да, может быть, это действительно из-за объектов Которые находятся в автомобиле Например, ветрово как-нибудь застревает в днище И так далее Это тоже, может быть, именно с этим связано Так, опять мы начинаем ныть Скулить Но сколько бы мы не скулили Из этой ситуации мы никогда не выберемся Из этой пустыни Не покинем ее Никогда Нужно принять этот факт И посмотреть на мир с другой стороны Посмотреть на мир по-новому Вот этот кустик, разве он не прекрасен? Эти кактусы Мы к ним, конечно, уже привыкли Они в какой-то степени приелись Но нам нужно научиться их любить Любить эту прекрасную дорогу Любить эту замечательную машину Любить все вокруг Иначе мы не выживем Ну, по крайней мере, пули никуда не делись Они до сих пор в салоне Я все-таки подпрыгиваю Возможно, это... Асфальт неровный, хрен его знает Все-таки машина продолжает подпрыгивать Так, вот здесь вот я на всякий случай приторможу Сбавлю скорость Объеду камешек И аккуратно поверну Можно остановиться, конечно, поспать Но, я думаю, в этом смысла нет Потому что мы опять Едем по дороге А нас окружают эти возвышения Эти холмы песчаные Которые загораживают, в принципе, любые постройки Которые находятся недалеко Преимущество дня только в этом состоит Ну, помимо того, что Днем мы также лучше можем видеть камни Которые на асфальтированной дороге находятся И кактусы День нам просто позволяет еще, по-моему, машина на дороге А нет, это кусты Мне показалось оранжевую машину на дороге С оранжевым кузовом Вот, смотрите Иногда такую красоту можно встретить Камень и кактусы выкупляются Они соединены В едином теле Да, так вот, о чем я говорил Если мы постоянно будем Вот по такой дороге ехать Где особо окружение не рассмотреть Какие-то объекты, которые находятся в даре То можно, в принципе, даже и не спать Ночью нормально Ехать спокойно Блин, по привычке я хотел только что Посмотреть на одометр Но затем вспомнил Об отсутствии приборной в панели Вообще в целом Так, что будет Небольшой скачок Прогрузка Опять в очередной Хотя, на самом деле, я уже не уверен, что мы 140 едем Машина, во-первых, подпрыгивать начала Хотя, может быть, раньше я просто это не замечал И она тоже подпрыгивала И при этом Мне действительно начинает казаться, что Мы где-то 110 сейчас едем А не 140 Ну ладно, найдем приборку Там разберемся Твою мать Так, нормально разворачиваемся Великолепно Великолепное мастерство было продемонстрировано Поймал машину вовремя Развернулся И теперь посмотрите, какой пейзаж Перед нашими глазами Сейчас уже Вело будет идти к рассвету Но постройки Мне кажется, километров 5 Может быть, даже 10 мы уже проехали И никакой постройки Нет на горизонте Да что такое? Да, я реально подпрыгиваю из-за чего-то У меня явно проблемы С машиной Может быть, это Я сначала подумал, я просто съехал немного за дороги Может быть, это Да вряд ли Давайте возьмем ведро И закинем в салон Неужели это так в алкоголь повлияло? Я уж очень сомневаюсь Посмотрим Может быть, ситуация сейчас к лучшему изменится Я, может, конечно, на камни Крошечные наезжаю Но, по-моему, камней нет Не было никаких Большие камни-то я вижу точно Так, ну, вроде перестала подпрыгивать Хотя она и в прошлый раз не часто подпрыгивала Стала брыкаться, как кобыла Возможно, мне нужно быть помягче С автомобилем А то я ее Оседлал в машину Как безумный наездник Но, вроде, все-таки перестал подпрыгивать Вот маленький камень Я его заметил Может быть, это действительно Из-за ведра Происходило Так, здесь мы немного Сбавим скорость Но, я думаю Уже скоро Скоро мы доедем До постройки Да, я просто не уезжаю Вот такой вот сид Просто не выезжаю На открытое плоское пространство Мы давно на плоскости Не были В плоской пустыне Так сказать И вряд ли когда-нибудь Мы там будем Так, немного притормаживаем Чтобы не въехать В этот Замечательный камень А вдруг постройки Все-таки Спавнятся где-нибудь Там наверху Может из-за этого Я не так часто Их встречать стал Может быть Действительно Там где-нибудь Заправка была Посмотреть я не могу Мне нужно здесь Выбирать Либо сверху ехать И не видеть Что здесь в низине Либо Совершенно наоборот Соответственно Так Аккуратно Объезжаем камень Нет, все-таки Мы приехали Постройки Автомобиля Я, к сожалению Не вижу Надо заранее Начинать тормозить Зная тормозной путь С нашего замечательного автомобиля А, автомобиль Смотрите Наверху машина Так, интересно На крыше заспавнилась Любопытный спавн Так, ну ладно Фары я думаю Мы выключать не будем Погнали Заберемся сразу наверх Осмотрим тачку На этот Рабант Да, и при чем этот кузов Этот кузов Соответственно Без топлива А, хотя нет Смотрите Полтора литра Между прочим Девяносто восемь процентов Топлива Вот мы можем Как-то попытаться Сейчас Тачку Как-нибудь спустить Вниз Потом ее перевернуть И в ведро Хотя бы литр Ну, хотя бы пол-литра Перелить Как-нибудь постараться Так, давайте еще Мельком посмотрим Что у нас здесь Это что? Блин, я обрадовался Это шланг Но нет Это дверца Бардачка Так, здесь у нас масло Здесь всякий мусор На багажнике, кстати Зеленый В хорошем состоянии Кому нужен Забирайте К сожалению Мне Он не подойдет А я был Не отказался бы От машины В таком цвете Я имею ввиду Кузова Так, ну здесь говно Кроме говна Ничего Все, в принципе Больше здесь ничего интересного Нет в этой локации Да, сверху тоже пусто Давайте попробуем Попробуем сейчас Мы можем поставить Два наших клеца Чтобы наклонить машину Но здесь особого смысла нет Потому что Бензобак находится В подкапотном пространстве Соответственно Нам нужно как-то на ребро Вот так машину перевернуть Почти Блин, она Хрен с два будет держаться На самом-то деле Может как-то С собой заслонись Так, держу Да, но она Автоматически переворачивается То есть Нам по идее Блин, а я даже не знаю Мы явно Явно не сможем налить Бензин в ведро Надо как-то идеально Рассчитать Поставить в нужное место Да и Если мы поставим В нужное место Мы Нальем, наверное, только пол-литра Максимум И потом Не забывайте Из этого ведра Налить, по-моему, просто так Нельзя Жидкость Или можно Я опять забыл И придется Переливать вручную Потом Так, ну Давайте попробуем Так Поближе чуть-чуть Не, надо Наверное и ведро поближе Вот так вот Хотя вот сюда вот Скорее Куда-то сюда Так Замечательно Ну, кстати Я даже налил 100 миллилитров Я Расположение-то Неплохое В итоге Выбрал Сколько там еще осталось Еще Есть литр Но это неудобно, конечно Надо как-то зафиксировать Ведро Да, вот конкретно В этом случае Неудобно Если бы Была бы Копейка Кстати Блин, случайно Будем Ладно, забейте Если бы была Копейка Можно было На колеса Поставить На два колеса С одной стороны И с другой стороны С бака Под бак Подставить ведро И слить Так, ну Так, конечно А, да Можно заполнять Можно заполнять Из ведра Соответственно Я только что 100 миллилитров Лишился просто Ладно, давайте Почему бы Не попробовать До конца Уж добьем Попробуем Еще немного Так Переливается Как думаете Очень сомневаюсь Сколько здесь Хотя Ну, я вылил топливо Но это не в ведре Да, но Это топливо Не в ведре Мимо, скорее всего Если бы я попал Хотя бы 100 миллилитров Осталось бы в ведре Так что Осталось почти литром 900 миллилитров И Ну, я не знаю Может прям Близко-близко Вот так поставить Как-нибудь Нет Она в любом случае Ведро в любом случае Перевернется Так что Мне кажется Это все-таки Бесполезно Конкретно с этим Автомобилем Такие манипуляции Производить Замечательная струя Это все На что я способен Ладно, забейте Забейте В итоге Ничего у нас толкового Не получилось Но ведро мы возьмем с собой И на этом Пожалуй остановимся Всем спасибо за просмотр И до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok